Девушки отдыхают Если они впрямь улучшают реакцию и быстроту движений, надо прихватить с собой побольше, пригодятся Да, к счастью, он даже может, видимо, это собирать заранее, именно после того, как он, он, тот он, другой он Короче, они об этом поговорили, и теперь все хорошо Вот так-то гораздо лучше у меня с дикцией «Не правда ли, не правда ли? Нужно срочно похвалить меня и погладеть по иловке» М-да Чё ты я с вами разне... Разне... Раз... А-ра-за не жанила Ся-ся-ся-ся-ся-ся-ся-ся Окей, Устрица, кажется, мне больше ничего говорить не мадет, зато мне наверняка мадет кто-нибудь что-нибудь сказать еще другое. В прошлый раз я совершенно-таки не пошел к затонувшему кораблю, а теперь хочу, хочу, так сказать, назло всем бедам и горестям. Он действительно идет разговаривать с капитаном. Это очень-очень-очень-очень-очень... Ладно, короче, не важно, болтайте уже, Йомасан. И тишина. А, это как раз желтые рыбки поплыли, я понял. А, неважно. Увидимся. Ну да. Блин, бедный парень. Жизнь сделала его омега-циником, просто омега-циником. Это вам не мега, это вам омега. С ним, я помню, Росомаха сражался. Ну, в этом идиотском мультфильме. Ну, мультфильм-то хороший, ладно. Короче. Мне нужно... Вот это стебли. И вот, да, вот сюда, вот, водоросли, которые пожирает эта... Миленькая телепашечка. Давай, сыпь туда их, прям-таки груду насыпай. Мало сыпал, еще сыпь. Типа того. Почему она даже глазом не повела? Это черепаха долбанная. Добавлю-ка я ей в салатик немного специй. Вообще-то много специй. Ну что, она теперь будет нарезать круги вокруг салата или где? Привет. Как поживаешь? Много еды? Хорошо. Рад, что ты довольна. Слушай, а можно мне пройти? Не хочу мешать твоему ужину. Не обращай на меня внимания. Мне просто надо взять кое-что из сокровищницы. Мюрген рассердится. Сказал мне сторожить. Сторожу. О боже мой. Как этого паренька звали из первого зеркала? Ральф или не Ральф? Точно не помню. Ральф, может быть, это все-таки из второго зеркала. Я их путаю, этих заик гребаных. В общем, это такого типа голосок. Это будет неприятный разговор. Очень-очень неприятный. Я мало что знаю о черепахах. Но ты похожа на хищника. Ты разве не должна есть рыбу или что-то похожее? Моя родня охотится и ест. Я нет. Не нравится? Раньше нравилось. Когда была маленькой, а охотилась мама. А потом стала сама. И мне разонравилось. Рыбы так некрасиво умирают. Не хочу смотреть на их смерть. Значит, ты больше не ешь мясо? Нет. Только когда караулю. Тогда ем иногда. Это нехорошо. Спасибо за предупреждение. Почему ты живешь здесь, а не с роднёй? Не ем мясо. Не могу с ними. Они охотятся. Мне там нечего есть. А там, где есть еда для меня, нет рыбы. Понятно. Почему ты помогаешь Мьёргену? Многие говорят, что он злой. Врут. Мьёрген хороший. Он обо мне заботится. Ты тоже его не любишь. Ну, это как сказать. Вообще-то я даже зауважал его, когда Рак рассказал мне о нём побольше. Так ты его друг. Друг? Ну, вроде того, наверное. Тогда ты и мне друг, если не врёшь. Как ты думаешь, почему морские обитатели не любят Мьёргена? Это всё морской народ. И про него наврали. И про всех титанов. Они говорят, что титаны украли из храма реликвию. Что они все предатели. И все верят. А почему верят им, аниме Мьёргену и титанам? Морской народ считает себя цивилизованным. Они охотятся только на тех, кто не умеет говорить. Потому что неговорящие это животные. Всем это нравится. Титаны не лицемерят. Они едят всех. Все их не любят. Значит, ты думаешь, что титаны не похищали реликвию? Не похищали. Это всё морской народ. Они согласились построить храм и перенести реликвию. Она и так была у них в руках. Зачем же её нужно красть? Не знаю. Я не умная. Мьёрген умный. Он говорит, они хотели войны и собрать всех титанов вместе. А в этом есть резон. Многие могучие титаны-одиночки, живущие по всему океану, должны были прийти, чтобы увидеть реликвию. Если бы морской народ и вправду хотел войны, такое вот собрание создало бы идеальные условия для атаки. Ты умный, как Мьёрген. Поговори с ним. Может и стоит. Я слышал несколько версий происшедшего, но которые из них верить? Мьёрген честный. Он не такой, как морской народ. Он живёт, как дракон. И ему нравится быть драконом. Ну, всё понятно, короче. Скорее всего, обе версии идиотские. Учитывая, как обе стороны прям-таки сломя голову верят во всё это. Вернее, самих сторон-то я не видел. Я видел двух старых друзей, что особенно безумно. Короче. Ну вот, мы мило поболтали. Теперь я могу пройти? Нельзя. Мьёрген велел смотреть за врагами. Рассердиться. Я бы не назвал себя врагом. Знаю. Ты друг. Вроде того ты сказал. Ну, что мне для тебя сделать, чтобы ты меня пропустила? Я тебя испытаю. Как? Расскажи о Мьёргене. Если ты друг, ты знаешь. Что именно надо рассказать? Я спрошу. Если три раза ответишь, пропущу. А если не отвечу? За ногу укушу. Тогда я думаю, лучше отвечать правильно. Эм, хм. Ну, всего лишь укусит. Ничего такого жестокого. Вообще, когда я себе представляю, как эту самую тварь должны были озвучивать, у меня глаза залезают куда-то туда, где не должны быть глаза, или что-то в этом духе. Ну, то есть, вы себе представляете эту сцену? Сидит такой парень, или кто сидит за ногу укушу. Это же черт знает что. Ладно. Я готов. Спрашивай. Что ест Мьёрген? Да хрен его знает. Так, рыба, кито. Стоп. Стоп. Китов. Китов он ест? Китов. Нет. Неправильно. Правда? Я, наверное, не так понял. Я укушу тебя за ногу. Жалко. Погоди, это же совсем не обязательно. Разве ты не ошибаешься? Прям вот всё-всё помнишь? Нет. Часто ошибаюсь. Не очень умная. Если ты ошибаешься, это ещё не значит, что ты глупая. Видишь, я тоже ошибся. Не укушу за ногу, но не пущу. А можно ещё раз попробовать? Теперь у меня всё получится. Хорошо. Да не может быть, чтобы он ел водоросли, я не верю. Мьёрген ест водоросли. Да не может быть. Сохранюсь. Сохранюсь и буду отвечать на всё подряд, потому что у меня будет так сказать палацадарм для отступления. Ну как? Вкусно? Да-да-да, вкусно. Я готов. Да, готов. Что ест Мьёрген? Давайте рыбу. Да не может он есть водоросли. Неужели он ест капец? Рыбу нет. А-а-а! Не прав. Что за наверное не так как у Шура часто аж бля-бла-бла-бла-бла. Водоросли. Водоросли, как ты. Да-а-а! Что он может есть? Не водоросли? Что? Что? Как? Откуда я могу это знать? Ха! Ладно, пойдём искать ответы на вопросы. Говорит медленно, кусает быстро, нелегко. Говорит панцирь с острыми шипами, мощный клюв и зловещие искорки в глазах. Да на ней просто написано дай мне только повод. И сразу загрызу. Черт побери, что же может есть грёбаный Мьёрген? Я попробовал поговорить с народом, но, мол, может они знают, может там кто за ним наблюдал или ещё что-то такое, но нет, нет, никто не признает скала. Это гр... Мьёрген? мм... Ну то есть он явно не ест хлам. Тут разные предметы. Всякие там бочки и тому подобное, да? Может быть вот? Некоторые северные племена и сейчас ходят на... ну вот... Ладье? Да, да, да. Что же ест Мьёрген? Как это узнать? И где он ест? Ещё было бы неплохо узнать. Ни водоросли, ни это Ну что же Больше нет вариантов от этого Может быть Во впадине что-то такое О, зеркало здесь теперь стоит На нем что-то светится Жгучая хреново шипучая трава Кто это вернул сюда зеркало? Не понял Если не ошибаюсь, это Мьоргин Наверное он держит его здесь, чтобы приманивать планктон Могучий хищник, всю жизнь ловивший китов В старости питается микроскопическими морскими созданиями Потому что не может больше охотиться Ага И это все И вот так вот я должен был узнать А, погодите, какого черта зеркала приманивает планктон? Это как? Кто это вернул сюда? Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Короче, омега-супер-мега-хищник Он, он не может охотиться И жрет планктон Все, теперь я отвечаю Он, он теперь как кит О, господи Есть планктон Блин Везде походил, всюду поискал, нашел черт знает где Бла-бла-бла Планцы Говорит Эй Я Что? Почему? Как мне пройти? Да Да-да-да-да-да-да-да-да-да Дай мне поговорить с тобой Я же могу уже дать ответ Фух Ну? Хотя черепаха Говорит Может идея в том, что мне нужно еще травы ей дать? Хе И я действительно смог взять еще водорослей Они, видимо, имеют крайне непродолжительный эффект Блин, хоть подсказал бы, мол Слишком медленно, зараза Он так и сказал, конечно Добавлю-ка я ей в салат Да, 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 в салат все добавил, молодец, она покушала, молодец Теперь можно... Ну что, теперь ты говоришь быстрее? Надеюсь Отлично Можно еще раз на вопросы поотвечать? Уверен, что сейчас у меня все получится Хорошо Значит, Мьёргин у нас... Я готов Да Что есть, Мьёргин? Планктоун Планктоун Да, он уже старый Зубы плохие Не может охотиться У Мьёргина есть знамя Что на знамени? Какое нахрен знамя? Так, голова титана с волосами и змеями Каменный храм Скелетки там Ну, я думаю, каменный храм, конечно же Храм, стоящий неподалеку Нет Такое-такое. Может быть, мы можем найти этот ответ, опять же, где-то рядом. Но, хм... Если насчет еды еще хоть как-то понятно было, что это где-то здесь, но насчет знамени... Это сложновато. Слева нарисован флаг титанов. Наверное, Мьорген выбрал себе такое знамя. Логично, ведь он до сих пор верит, что сражается за свой народ. Хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Да, я сразу мог сказать насчет Медузы и не сказал. Дебил! Во, все. Голова этой титана фигова. Вот. Ведь теперь я знаю наверняка. Вообще, туда приперся, потому что тот парень сказал, что они там изображены на тех символах. Думаю, может быть, там как-то можно подчеркнуть. А тут... Э-э-э, все не так. Ну, ладно. Голова титана со змеями вместо волос. Да. Это знамя морских титанов. Кто был учителем Мьоргена? О, это я знаю. Это придурок, как его. Гагариус нет. Апидулус нет. Никто нет. Маленький нет. Ну, вот это вот. Гидариус. Титан Гидариус. Да. Мудрый Гидариус. Ты хорошо знаешь Мьоргена. Ты его друг. Я пропущу тебя. Очень мило с твоей стороны. Спасибо. Увидимся. Я много слышал про лодки, которые могут плавать под водой. По большей части говорят, что их не существует. И что аритонийцы распускают эти байки, чтобы отпугнуть воинственных соседей. Ведь флот-то у Аритании маленький, а береговая линия длинная. Похоже, это не враки. По крайней мере, эта лодка погрузилась вполне успешно. Я много... Ну да, и больше он ничего об этом не говорит. Ха-ха-ха-ха-ха. Машина. И вроде бы как не дыхание бога. Ха. Что за фигня? Скорее всего, стекло можно сдвинуть. Или открыть как-нибудь иначе. Как еще может Мьорген попасть в сокровищницу? Это сокровищница? Ну, странное место. Это сокровищница? Что за фигня? Скорее всего... Да-да-да-да-да. Табаличаки. Ха. Пятнашки. Ну или что-то вроде. Отец говорил, что много раз видел похожие головоломки. Чародеи обожают запирать на такие замки свои секретные покои, тайники и сокровищницы. А еще он учил, как их открывать. Говорил, что лучше сначала поработать головой, а уж потом руками. За исключением таких вот случаев. Лучше прямой агрессии может быть только прямая агрессия, в результате которой можно что-нибудь безжалостно разломать. это не было похоже на пятнашки вау и чё теперь можно что-то сделать или как чё за какие-то кнопки теперь обломок по-моему я понял как это работает под табличками которые я разбил наверное были кнопочки когда таблички расставлены правильно кнопки нажимают на пластинку внутри и она запускает весь механизм это зашибись но а как я тебе правильно расставлю кнопки понял он как это работает и фига не все а о 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 это я случайно извините извините меня простите что это было боже мой газ зачем и откуда ничего себе это желтая дрянь прожгла дыру в стекле нет нет это было бы непрактично йоргену пришлось бы каждый раз менять стекло все время забываю что это хотя и смотрится как стекло на самом деле живой организм состоящий из миллионов крохотных существ субстанция которую выпускает машина наверное отпугивает их и в стене образуется пустое пространство думаю дыра скоро затянется так что хватит философствовать надо быстренько проскользнуть туда пока есть время все серьезно я хотел посмотреть на машину но и я зато я куда-то прошел вау надо же обратно не пустишь это проклятое стекло закрылась как только я прошел надеюсь с этой стороны она тоже открывается да я тоже черт побери надеюсь на это блин я хотел на машинерию посмотреть думаю ну и черт с ней в принципе то что за пить стал к нему чем плыть здесь видимо больше ничего интересного то и нет только вот куча золота не может быть дыхание бога исчезла значит все впустую йоргин наверное взял его с собой в битву а я идиот об этом не подумал наверняка это так он же старый и слабый и питается планктоном поскольку рыба ему больше не по зубам неудивительно что ему понадобилось волшебное оружие надо выбираться отсюда и придумывать новый план как же все запутано оно сделано из той же стекловидной субстанции что и вход в сокровищницу правда стекло здесь гораздо тоньше возможно я смогу его разбить очень даже может быть только немножечко нечем разве что нежалом стекло не разрежешь да ёма сан а это что золотая лампа не совсем уверен что подойдет но почему бы и нет что за звуки лампа издает какие-то звуки будто кто-то ссорится чего бронится как пьяный василиск половину этих слов я в жизни не слышу а другую половину предпочел бы не знать в конце концов я слышу голос из золотой лампы я совсем рехнулся да нет 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 ты просто у нас в сказочке нет сомнений тут не обошлось без волшебства отец рассказывал мне какую-то нелепую историю про пастуха который однажды нашел в пещере такую лампу пастух уже представлял себе как продаст лампу из чистого золота купит у своего хозяина пару кос и заживет припеваючи а лампа была волшебная когда счастливчик начал ее натирать чтобы продать подороже из нее выпрыгнули 40 джинов и разорвали беднягу на куски у этой истории есть и другой конец там судьба пастуха сложилась удачнее но папина версия все-таки лучше потому что заключает себе важный жизненный урок нашел волшебную лампу не лапой мало ли вдруг из нее кто-нибудь выскочит и сожрет тебя да уж действительно то есть ты хочешь сказать что ты наверняка не будешь лапать это явная лажа ничего применить не могу броница и ругается брони броница даже нож на нее не действует непонятно ну ладно броница значит броница каменная плитка наверняка как раз даст мне открыться этой фигне какое-то запутанное местечко обильно что здесь нихрена нет ну что они мне обломали а опять 25 рыба кнопка цветной барельеф похож на рыбу известную мне как сельдь красная селедка чтобы это значило действительно непонятно что что-что скоблить крепление а ничего не признать ничего ослабить 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 крепление ножом нет черт я попал в чертову огромную головоломку черт ну цветной бы красный да да красная селедка ничего не выходит ничего не выходит ха ха хорошо хоть золото зацени милый мой куча монет из разных стран золотые кубки и чаши драгоценные камни с таким состоянием я стану одним из самых богатых людей в мире но сейчас у меня есть дела поважнее трудно поверить что в мире нашлось только золото что у нас тут неужели что-то нашел в самом деле по ута табличка украдена из храма значит синяя морская звезда и есть реликвия морского народа это из-за нее столько воевали титаны но это же глупо никто из них не крал реликвию морская звезда просто вылупилась осталась одна скорлупа именно это остановит схватку мьоргина с эпидуласом надо выбираться отсюда пока еще не поздно потрясающе у меня есть новая реликвия обалденно но к счастью хотя мои мучения значит скоро кончится это уже плюс но как выбираться отсюда я совершенно себе не представляю надеюсь него да 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 не врут чё чего чего чё я сделал чё я сделал это может пригодиться а шо это я плохо разбираюсь в драгоценных камнях но за эту фитюльку я бы мог купить несколько деревень еще бы осталось на приличный особнячок батюшки у меня снова золотая лихорадка он наверное очень древний скипетры теперь из камня не делают да точно теперь они все металлические да да я могу забрать камешек замечательно теперь камешок у меня отдельно на хрена острым концом алмаза можно резать стекло во во а также можно так по и стекло ты сказал а стекло чай сделаем а ну да да не могу уже на 5 время одно и тоже так что я буду говорить день 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 и верхушка алмаза должна резать хорошо отламливай вряд ли наверное получится получилось я в шоке просто в шоке надо же черепах а в принципе к черту тебя черепах ну что будем наверное решать их проблемы в следующей серии или нет а давайте к черту решим их проблем в конце концов чем черт не шутят почему бы не по полной так вот оттянуться было бы неплохо с моей точки зрения вот туда вот к светящейся фигне поле боя вперед о водоворот ё-моё так ладно прекратите немедленно я хочу вам кое-что показать где ты это взял сможешь удержать своего чешуйчатого друга пока я буду объяснять и тишина ну блин какие же они тормозные он согласен на короткое перемирие чтобы узнать где ты взял реликвию ну короче одна славоохотливая устрица посоветовала мне значит вся эта страшная война потери с обеих сторон все это из-за такой ерунды мне очень жаль и и как себя тишина почему-то ты окажешь мне услугу конечно убей меня с этим безумием пора покончить раз и навсегда я попробую объяснить этом йоргену но не знаю сколько это займет времени и как ему это понравится поэтому будет лучше если ты сейчас уйдешь конечно это конечно глупо но не мог бы ты вернуть реликвию в храм я знаю что скоро она снова раскроется и останется одна скорлупа но конечно не беспокойся спасибо встретимся в храме договорились и что вы мне дадите мышку или что или где или окей а они дали мышку да зашибись все это немного странно все это меня немного удручает но давайте же уже покончим с этим раз и навсегда в конце-то концов так в храм сюда а это кстати логично что они меня сюда отослали потому что здесь есть портал это как раз то что мне нужно вставить ее в алтарь все будет совершенно хотел сказать чики-поки блин ну и словечки в голову лезут прям аж стыдно честное слово ну что я я я я я я верну реликвию где эти ублюдки ублюдки черт ввери где они какого хрена может они не знаю снаружи будут уже а вот а вова во 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 пришел этот как его звать аты дулас самый отвратительный актер из всех что я знаю синяя звезда вернулась на свое место я не буду закрывать врата храма чтобы бабочка смогла уплыть когда вылупится Как Мьёрген принял новость? Скверно, как и я. Мы оба потеряли столько друзей на войне. А ты нам объяснил, что это было всего лишь... А что, кстати, это было? Недоразумение? Мы чувствовали себя очень глупо. Как будто нас обманули. Скорее всего, война всё равно бы случилась. Скорее всего, да. Но теперь мы этого не узнаем. Что ты будешь теперь делать? Мы с Мьёргеном договорились, что надо привезти к храму пару титанов и кого-нибудь из моего народа, чтобы они увидели, как раскрывается морская звезда, и рассказали об этом другим. Наши народы ослабли, и чтобы восстановить силы, нельзя допустить, чтобы остались сомнения в том, что здесь произошло на самом деле. По-моему, это мудро. Мьёрген благодарит тебя и дарит тебе дыхание Бога. Это могущественное оружие. Если бы Мьёрген воспользовался им в битве со мной, то, наверное, победил бы уже много лет назад. А почему не воспользовался? Из гордости, я думаю. Титаны гордятся своей силой и не пускают в ход никакого оружия, кроме клыков и когтей. Я рад, что всё так обернулось. Мне пора возвращаться на сушу. Надо покончить с этим делом. Разумеется. Желаю тебе счастливого пути. Возьми дыхание Бога и награду, что я тебе обещал. Спасибо и до свидания. Здорово. Что он мне тут надавал? Это... О, раковина. Хрустальная раковина, которую он мне дал Апидулос. Отличный подарок для Али. Ну, наконец-то! Хоть что-то для Али. Вот уж не думал, что это будет так трудно. Да, я, кстати говоря, тоже. Мы здесь однозначно задержались. Сваливаем, сваливаем отсюда. Я даже подумаю разделить эту серию на две половины. Но не знаю. Пора домой. Правильно, правильно. Долго ты будешь плыть сюда? Да, ты будешь долго плыть сюда. Я хочу домой. Давай быстрее, дорогой. В рифму заговорил. Что-то как-то без музыки на этот раз. Прям даже неприятно. Ты уже вернулся? Добыл дыхание бога. Было непросто, но я все-таки нашел. Возле затонувшего корабля. Потом расскажешь. Сейчас нет времени. Иди домой и переоденься в сухое. В таком виде на ледяные равнины идти нельзя. Только надень что-нибудь легкое, в чем удобно будет сражаться. Но я же замерзну. Не замерзнешь. Ты уже мог бы и научиться доверять мне. Я приготовила зелье, которое будет тебя согревать. Понятно. Тогда я пошел домой переодеваться. Хочу отдать тебе твою волшебную карту. Она здорово мне помогла. Положи на стол и возвращайся, когда будешь готов. Только немедли. Хорошо. Волшебная карта? А, это та самая штука с подземными местами. Ха, как раз там, да. Я совершенно забыл об этой вещи. Она мне давала волшебную карту? Что за новости, честное слово. Хрустальная хрень. Наверняка я ее все-таки дам Али, когда я встречу Али. Наконец-то. И я наконец-то хожу, а не плаваю. Боже мой. Вы себе представляете, как я рад наконец-то ходить. Так, фу. Наверное, хватит все-таки с меня. Простите за эту жутко огромную серию, которую я все-таки не буду делить на части. В следующий раз я буду сдерживаться. Черт, я разошелся. Ха-ха-ха-ха-ха. Да. Э, бай.